всем привет меня зовут александр в кровельном сообществе меня знают как цезариус вы на канале пальцем мастер а значит что вам интересно что такое пальцевая кровля и как она делается на нашем канале вы увидите как правильно делать мы расскажем вам и покажем как это делается поэтому подписывайтесь смотрите будет интересно заготовка силовой планки а изначально начинается силовой планки в идеале конечно нужно начать сообщить с нее только потом ставится контрабрус и обрешетка поэтому приходится такие распорки ставить чтобы оттянуть и немножко мучиться подгоняется все встык и так для того как установлена силовая планка сейчас изготавливается из урала все изготавливается на объект и по факту то есть вот это вот расстояние делится на одинаковое количество деталей одинакового размера чтобы не получилось так что у нас допустим нагнули по 2 метра и у нас пришло вот так как-нибудь и потом этот кусочек вставлять сюда во первых это будет некрасивые с точки зрения эстетики а с другой стороны такие маленькие кусочки они обычно как это криво косо стоит поэтому все делается на объекте походу следующим этапом из такого ли листа префорировано нарезаются полоски выгибаются вот такие планочки такие вот один зазор от мышей от таких грызунов силовая планка из нас 7 оцинковки на него уже одевается сам капельник потом планка зацепа сетка закручивается обратно на доска об решетке нашими иностранными друзьями после ставится вот такая вот планочка ставится сюда на бок и толку получается вот так ну и дальше вы увидите видео с этого ската наоборот наоборот получится что-нибудь 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 Продолжение следует... 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 Пишите комментарии, задавайте вопросы. Мне так будет легче делать контент для вас. То есть отвечать на ваши вопросы, показывать то, что вы хотите. Потому что для меня это, ну, знаете, уже 15 лет опыта в пальцевой кровле. И для меня, по сути, нет сложных узлов. Поэтому, как бы, ну, для меня это все обычно. И... А то, что вам нужно, вы пишите в комментариях. Хорошо? И я по возможности для вас это спешу, сделаю и покажу. Все. Всем спасибо. Будьте активнее. Еще, ребята, хотел что сказать. Вы бы не увидели весь этот формат, который я начал делать на ютубе. Показывать узлы, показывать себя. Вот. Поэтому хочу сказать огромное спасибо Андрею Кулагину, то, что мотивировал меня на это все. То есть я не то, что боялся, я там стеснялся показывать себя на камеру, выходить так вот прямую со своим зрителем, с вами. Вот так вот. И... Андрей, спасибо тебе, то, что ты сделал, то есть мотивировал меня на это. Ребята, которые это смотрят, хочу вас попросить. Поддержите Андрея, подпишитесь на его канал, я оставлю ссылку в описании. Вот. Он будет тоже сделать хороший контент. Он там закупился аппаратуры, там, видео всякой, изучает программы. И сейчас тоже первые ролики такие, ну, они не так интересны, скажем так, да, для кровельщика. Но он скоро приезжает в гости ко мне сюда, в Питер. И мы с ним вместе запилим контент, где ответим на множество вопросов. Вот. Это будет на его канале. Скорее всего, в первую очередь будет на его канале. А потом уже дубляжом мы сделаем на нашем канале. Поэтому ссылка в описании. На него подпишитесь. И ждите в начале следующего месяца. Вот этот большой ролик. Про то, как мы делаем пальцевой провлей. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.